небольшой потолок в комнате по центру ровный и по краям опускается коробами на 10 сантиметров в высоту в данном случае ровный потолок нельзя довести до всех четырех сторон потому что очень опущенные получается поэтому боковые части у нас будут подвешены в воздухе а торцевые прикручены к стенам профиля для ровного потолка установлены теперь нужно найти балки под пленкой и установить подвесы подвесы будут сделаны вручную из направляющего профиля так называемые уголки после того как установлены все подвесы нужно выровнять два крайних профиля справа и слева затем между ними натянуть нитку и выровнять все остальные после выравнивания каркаса можно прикручивать гипсокартонные листы на потолок листы устанавливаются в разбежку и на стык между листами вставляются перемычки из профиля cd чтобы край листа не висел в воздухе ровный потолок у нас есть это первый уровень теперь по нему нужно изобразить второй примерно вот такой формы скругленные углы и дуги как правильно расчертить потолок для данной фигуры с неизвестными значениями сначала нужно нарисовать большой прямоугольник на равном расстоянии от стен допустим 40 сантиметров затем из угла проводим короткие угловые дуги до пересечения с прямоугольником это нам дает расстояние длину сегментов средней дуги и длинной дальше нам нужно найти высоту этого сегмента она может быть любое допустим произвольно я взял 15 сантиметров для средней дуги и 20 для длинной теперь у нас есть значение для нахождения радиуса по трем точкам 110 это у нас значение c и 15 это у нас значение h эти значения поставляем форму и находим радиус для средней дуги в моем случае это 108 сантиметров 108 сантиметров мы не можем нарисовать циркулем потому что он у нас центр находится за стеной поэтому вырезаем шаблон прикладываем потолку и обводим вот таким образом по такому же принципу находим радиус для большой дуги также самым вырезаем шаблон прикладываем и обводим вот так мы переносим чертеж на потолок далее по нарисованным линиям нужно закрутить змейки и подвешивать бортики все линии на потолке нарисованы все сошлось очень хорошо теперь можно прикручивать змейки потолочные змейки делаются из обычных змей путем срезания бортика на половину один бортик срезается другой остается для чего срезается чтобы не мешался закручиванию шурупов вот таким образом такая змейка называется потолочная и соответственно званию ставится на потолок обычная ставится на гипсокартонный бортик снизу после того как установлены все змейки на потолок можно прикручивать к ним бортики из гипсокартона бортики у нас уже готовы они отрезаны точно в нужный размер потому что потолок у нас ровный уже есть поэтому бортики одинаковую ширину имеют на всем протяжении чтобы согнуть их на такие радиусы попробуем намочить сначала если не получится и будут ломаться то потребуется их надрезать через каждые пять сантиметров после установки бортика нужно прикрутить нижнюю змейку и затем установить перемычки снизу таким образом нужно сделать весь каркас по кругу таким образом нужно сделать весь каркас по кругу потолок готов осталось поставить уголки зашпатривать и покрасить вкрым 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 в